всем привет я наконец подстриглась я покрасилась выйду потом на свет покажу какой цвет у меня получился ну такой довольно таки светленький для меня все я еду по москве сейчас покажу вам дорожку мне не выспавшиеся да я знаю я встала блин 8 15 и для меня это подвиг въехала в туннель по каширке еду но я сегодня утром до москвы доехала за час 15 но мне повезло не было пробок собственно меня только это и спасло так я так еду наверное да мне же нам как надо поехать а сейчас уже 12 часов и уже дорожки такие забитые люди проснулись и выезжают по своим делам но тем не менее яндекс почему-то нашел решил что дорога через мкад мне сейчас будет быстрее чем через третий транспорт вот такая красота тучи висят над москвой утром дождичек шел в москве красиво я конечно хотела немножко под задержаться кое-что поделать но к сожалению обстоятельства изменились быстренько сейчас еду сторону дома уже покажу вам красоту московских дорог субботним ну почти утром я кстати таком поговорили с мастером моем я в принципе давно уже не приезжала к ним по последний раз я феврале было когда я стриглась и красилась блин по-моему это был февраль или марк грида что-то ты в этот раз очень долго как-то да вы знаете привык привыкла уже жить подмосковье и все там рядышком то есть все что не нужно есть в пределах местности крайнем случае что-то если чего нет в пределах нашей местности можно доехать в люберцах все найти поэтому как бы большой необходимости ездить в москву нету ну собственно поэтому не ездишь а поскольку мастер мне мой нравится я давно очень у нее стригусь и крашусь и менять ее не хочу поэтому вот приходится ради нее приходится ездить ездить в москву там же у меня в этом салоне и мастер маникюра педикюра тоже с ней поздоровались тоже я давно не видела ну в общем да вот кстати эта церковь это ее называют говорят что эту церковь какие-то братки построили чтобы откупить свои грехи наделанные в 90-е ну не знаю насколько это верно но вот она такая современная с орлами а тут вот строят все строят сейчас я буду пытаться выехать в сторону МКАДа видите здесь уже так немножко плотненько МКАД это Борисовский проезд ну едем что я могу сказать по поводу движения я не могу сказать что я отвыкла в общем то от московского движения поскольку я училась водить в Москве я все это у меня все это не новое я не ну как бы не боюсь все водить в Москве Да, конечно, в Подмосковье немножко поспокойнее Немножко меньше машин, немножко меньше полос Но я не могу сказать, что люди в Москве хуже или лучше, чем в Подмосковье В принципе, все водители точно такие же, все точно так же себя ведут Есть вежливые водители, есть наглые водители То есть тут никакого отличия нету Поэтому я не испытываю трудностей ни как в вождении в Москве, ни как при вождении в Подмосковье Вот вождение в Каире, вот это стресс Стресс, потому что правила там никто не знает Я не знаю вообще, есть ли они там И эти странные светофоры один на 30 кварталов В общем, вот это, конечно, стресс Поэтому в Египте я водила только в курортном городе, в Кургате И то это было не часто, потому что была не моя машина, а машина мужа Но в Каире бы, наверное, я и сейчас не рискнула Имею уже стаж вождения почти 6 лет 6? Да, 6 лет Ну официально 6? Нет, официально больше Официально, по-моему, лет уже 12 у меня права Но на самом деле водила я плотно лет 6 И я считаю, что, в принципе, настоящий мой стаж Это тот, который настоящий Так вот, стоим на светофоре Время 12.12 Едем Продолжение следует... Я уже в Люберцах Тут такие пушки Не знаю, что тут за парк Вот такой вот парк Желтые скамеечки И тут вечная пробка Тут всегда на этом светофоре Потому что там есть поворот Очень тяжелый Так что пока в Люберцах стою Попала все-таки в пробку Время 12.47 Но я надеюсь, что я там этот поворот С Макдональдсом проеду И дальше уже будет все быстренько Вот вам пушку поближе Как бы между прочим Но пошел первый снег Он такой реденький Но я не знаю, будет ли это видно на камере Вот капельки, которые есть У меня на стекле Это снег Не знаю, как это показать Но он такими редкими-редкими снежинками И это снег Смотрите Снег с дождем В общем, с первым снегом у вас Такими маленькими-маленькими капельками Я все еще стою в Люберцах Смотрите, какая здесь жуткая пробка Жуткая пробка Ну, конечно, сегодня суббота В принципе, на выезд из Москвы Везде, наверное, должны были быть пробки Но я надеялась, что я здесь проскочу Ну, вот, пока не проскочила Ладно, тянусь дальше С первым снегом Да-да, сейчас его еще Уже стало очень хорошо видно Видите, много-много-много Вот так виднее, наверное, как он летит Ну что, теперь уже можно будет Спокойной душой менять летние шины на зимние Я все еще еду Время 13.30 Пробка Пробка, пробка, пробка Вот почему я не люблю ездить в сторону Москвы И обратно, потому что Даже в выходные дни пробки То, что я с утра проехала быстро Это, наверное, единственное время Когда это можно сделать В субботу, либо в воскресенье утром До 10 часов До 9, желательно В 9, если я выезжаю То до 10 за час я доеду Куда мне надо Даже в центр Москвы Но чуть позже и все А на этом протяженности дороги Как раз нету ни одного Ни одной заправки с туалетом Вот что самое интересное Ну находят же место Поставить прилавки со всякой хренью Которая в 2-3 раза дороже Чем в обычных магазинах А найти место для бесплатного туалета Не могут Ну что сказать В нашей стране люди не любят людей Ладно, едем, едем Ура! Я уже Почти на финишной прямой Сейчас вот здесь еще сложный светофор Который задерживает И потом, по идее, все без светофора Смотрите, какое разнообразие цветов Красное, желтое Все-таки осень красивое время года Ну что, едем Едем Еще чуть-чуть Время 14.09 Получается, я обратно еду 2 часа Туда я ехала часа Обратно еду 2 часа Вот почему я не люблю ездить в Москву Хотя Москву очень люблю Там прошли мои молодые годы Все мое студенчество Все мое становление Как личность В общем, едем Так, вот покажу вам свет Я уже дома приехала Вот такой у меня цвет волос сейчас Сверху Как вам там сверху видно? Ну, такие вот коротенькие волосы Ну, как коротенькие В принципе, это моя стандартная стрижка Просто немножко Все-таки попросила Немножко покороче сделать И вот Чуть-чуть посветлее я стала Вот такой у меня сейчас Такой у меня сейчас причесом Все, на этом попрощаюсь Сегодня такой вот блог Про мою прическу и про пробки Все, всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok